на ремонте вот такой сетевой шеротоверт измаш модель не скажу единственное здесь отличие 1170 ватт написано все остальное он работает но иногда застревает кнопка причем кнопка переключения лево вправо иногда потому что вот сейчас мне долго пришлось клацать пока она все-таки застрянет и она действительно застряла не переключаются ни туда ни сюда проблема или в какой-то механике где-то что-то мешает или самой кнопки сейчас будем разбирать разбирается очень просто нужно открутить все винты по всему периметру и открыть крышку не лазит сюда бита нужно более тонкую биту отвертку открываем крышку открутил я крышку кроме того что нужно все винты еще и крышечку нужно аккуратно так поднимать чтобы вышло из зацепления я не обязательно откручивать но она как-то у меня цеплялась я открутил еще и крепеж щетки тогда лучше вышло ну все у нас теперь есть доступ к кнопки видим что я такой особенный значит если обратить внимание на проблему то она проблема где-то кроется здесь внутри нету не вижу что давайте все-таки выключим питание значит здесь внутренняя какая-то проблема не переключается не вижу чтобы что-то мешало но внутри что-то ее держит где-то есть механическая механический клин и и нажимать мешает посредине застряла и не кнопка работает а это вот застряла и все ну скорее всего ничего не сделаешь кроме как кроме как замена вот этой части но сейчас я еще она заклинила я значит верхнюю часть я отсоединил мы или меняем эту верхнюю часть но прежде всего я сейчас скрою посмотрю механику если есть возможность отремонтировать я все-таки предпочту отремонтировать дальше вам покажу чем все закончится чтобы продолжить нужно сначала снять провода тут важно их не перепутать поэтому что необходимо делать как снимаются они тут на самоподжимных со срединой нужно засовываете какую-то допустим маленькую отвертку поджимаете такая пластина прижимает острым краем штырье контакт ее отгибаем и тогда контакт вынимается опять-таки отгибаем и контакт должен вынется и и тянем за проводок отгибаем и тянем за проводок и и подписываем значит у меня первый два три четыре я хочу вот это вот два это три тут три рисочки это один подписываем ну соответственно это четыре а здесь я нацарапаю значит 1234 не перепутать вот как то так все теперь здесь она на фиксаторах поддеваем фиксатор и разбираем саму кнопку будем смотреть ну понятно что можно просто заказать другую и не морочить голову но я обычно легких путей не ищу начинаю с того что могу ли я отремонтировать я такой человек если не смогу значит тогда уже новую кнопку вот так ну здесь все выпали эти подпружиненные контакты их можно на место поставить и скорее всего здесь какой-то механизм застревает не могу честно говоря представить что может здесь застревать только вот вот этот контакт который туда сюда ходит может и вот так вот переключается здесь может застревать скорее всего придется новый купить ну что же я смотрю этот переключатель в принципе но в отличном состоянии никаких проблем с ним я не вижу вообще поэтому я решил его смазать в середине он на сухую ходил мог где-то зацепляться и ставить то место это контактная площадка она вставляется сюда только верх ногами она так не держится нужно площадку сверху ставить и тогда она вот так станет и вот так думаю что здесь вообще нечему цепляться я думаю что нет ну собственно и все тут по-другому она не станет все становится только в определенным по определенному вот так здесь видно что узкая планка и широкая широкая сюда вот так вот вставляется так ну и переключается переключателем выпали здесь подставные пружинки которые держат контакты их нужно на место вставить и будем собирать вместе сейчас хочу показать как вставлять эти пружинки они вот стоят таким образом ну тут заведомо понятно что пружинка вот так вот стоит когда сюда заходит контакт она зафиксируется тут есть прорезь вот с этой стороны прорезь вверху и вот он заходит в паз и останавливается там собрать не просто но вот это просто теперь сверху мы сейчас вот так значит повернем его вот в эту сторону вот так и сверху будем надевать вот эту часть тоже смазанную значит смотрите там внутри пружинка и шарик я поставил пружинку и шарик на смазку и она при прилипла к смазке поэтому можно будет перевернуть и она не выпадает потому что вот эта штука будет ее нельзя переворачивать будет выпадать немножко видите она смещена в эту сторону вот я паз сместил в эту сторону и теперь возможно если повезет я смогу собрать и он попадет туда в отверстие сейчас я приблизительно прикину вот так совместилась теперь перемещается значит ну что могу сказать зафиксировалась правда я забыл поставить вот эту штучку ну что же попытка номер два я проверил там контакты все на месте сначала вставляем вот эту планку и и эти контакты на месте фиксируем она плотно заходит не очень плотно но не очень значит точно так же я думаю что нужно точно также устанавливаем сейчас установлю на место пружинку с шариком опять таки на смазку потому что иначе будет выпадать таки норовит убежать поэтому аккуратно смещаем в эту сторону вниз а тут вверх перевернем она будет на эту сторону все и собираем как по мне собралось переключается что нужно сделать мне сложно оценить она переключается сейчас все смазано я проверил никаких дефектов нигде нет в переключателе возможно речь идет о том что там вообще не было смазки теперь буду клацать до посинения ждать пока она зафиксируется ну то есть смотрите ремонт по сути дела я думаю что произведем все заклацнулась контакты мне кажется сошлись теперь нужно определиться будет ли она заклинивать или нет заклинивала вот в этом в среднем положении почему-то как так возможно не знаю там нет такого места где бы он мог заклинивать но клинило поэтому ну а дальше просто проверяем если это все то собственно ремонт произведем клацаем миллион раз повторяем смотрите просто смазкой вот такого переключателя чаще всего этого будет достаточно для того чтобы решить проблему с вашим шуруповерху или или дрели по суть у них одинаковая кнопки одинаковые повторяйте ремонт вот этой верхней части переключение направления можно произвести вот таким образом просто ее смазать дальше в обратной последовательности просто вставляем сюда контакты они тут фиксируются и ставим на место главное не перепутайте я себе здесь отметил номера и на проводах поставил отметки собираем ну а пока буду вечером сидеть и клацать ждать пока он заклинит или будет работать увидимся на канале не забудьте подписаться на канал что у нас получилось шуруповерт исправлен работает во всех направлениях не смог я наклацать чтобы он застрял смотрите просто смазал просмотрел закруглил некоторые заусинки смазал и все работает поэтому самостоятельно вы сможете тоже простыми инструментами исправить вот такую нерешаемую проблему иначе нужно было подыскивать именно такую кнопку не всегда это просто угадать с кнопкой ну вот просто смазка помогла подписывайтесь на канал увидимся на канале